Эра пекинесов уже позади, сейчас в моде собаки породы мальтипу. Кстати, стоят они так же, как новенький последний 15-й айфон. Именно эта порода собак мальтипу способна избавить вас от депрессии и поднять вам настроение. Поэтому у хозяйки кекса Наталии оно всегда хорошее. У нас дочка давно хотела собаку, просила, просила. И я, если честно, видела в интернете в последнее время вот эту породу мальтипу, мне она очень понравилась. У них мордочки такие, как будто они всегда улыбаются, они очень добродушные, игривые. И когда муж принес собаку, честно говоря, это и для меня было сюрпризом, потому что в обед он мне сказал, что все, будет собака. И вечером он ее привез. И Алиса была очень счастлива. Это собаки, на которых нельзя громко кричать, могут испугаться, нельзя много кормить, могут переесть. Щенкам с диванов прыгать нельзя, могут что-то себе сломать. Освоился он очень хорошо. Первый день был такой немного пугливый, настороженный. Но вот сейчас прошла неделя, и все, он уже в своей тарелке везде бегает, играется. Уже и обои начал нам кусать, конечно же, пока нас нет дома. Если мы берем его с собой на диване, нам надо куда-то отойти, мы его сначала спускаем с дивана, потом уже идем, потому что да, они действительно хрупкие. Пока что кексика кормят сухим кормом пять раз в день, как ребенка, потому что он еще малыш, ему всего два месяца. Выгуливают под присмотром не в очень людных местах. В силу возраста от других собак отличается пугливостью, настороженно смотрит даже на голубей. Время пройдет, кекс подрастет и станет хорошим компаньоном для всех членов своей семьи. Но вне зависимости от породы, цены и возраста собака на все времена всегда остается лучшим другом. Другом, которого можно купить или взять из приюта. Согласны?